Приветствую вас дорогие друзья меня зовут Роман Даниил и так ребят подписчикам им был задан вопрос о том как питаться эндоморфу при наборе мышечной массы иными словами эндоморф это так называемый толстожопик меня этот вопрос заинтересовал так как я сам являюсь эндоморфом то есть человеком склонным к полноте но вы спросите какие же могут быть проблемы при наборе массы эндоморфа ведь эндоморф ребята как правило массивные и проблем с набором у них нет но масса масси рознь Потому что эндоморфы, вот эти самые толстожопики, они, как правило, массивны, то есть мы, толстожопики, как правило, массивны в счет жировой прослойки. В этом и состоит проблема. Как только мы, эндоморфы, начинаем набирать так называемую мышечную массу, в 90% эта масса к нам приходит из жира. И все потому, что мы неправильно распределяем свое питание, то есть вот эти самые БЖУ. Во многих интернет-источниках указана вот такая стандартная информация. Знаете, хочешь набирать мышечную массу, ешь 4 грамма углеводов на килограмм своего веса и там не меньше 2 грамм белка, также на килограмм своего веса. И все, масса попрет. Я не знаю, откуда эта цифра взялась, эта цифра взята, скорее всего, из потолка. Потому как, если, например, я буду съедать даже более 2 грамм углеводов на килограмм собственного веса, я попросту начну жиреть. Потому что даже 2 грамм углеводов для меня это много. Если я сейчас вешу в порядке 90 килограмм, то даже 2 грамма на килограмм веса, это 180 грамм углеводов, потребляемых ежедневно для меня многовато. Мы должны четко понимать, для чего нам нужны в данном случае жиры и углеводы. Но, в принципе, жиры я никогда не читаю. Я их употребляю как-то вот с продуктами, с остальными продуктами питания, это с мясом. Также небольшое количество их идет из молока и из каких-то там растительных продуктов, такие как крупы, ну и так далее. Рассмотрим же углеводы, именно сложные углеводы, за простые даже речи быть не может. Рассмотрим сложные углеводы, для чего они нам нужны. Мы должны понимать, что углеводы нам нужны не для набора мышечной массы, а в первую очередь для энергии, для того, чтобы просто жить, для того, чтобы тренироваться, для того, чтобы мозг наш работал, функционировал нормально. Для этого нам и нужны углеводы, не для набора мышц. И поэтому вся вот эта схема, там 4 грамма на килограмм вес, это полный бред, это не работает. Конечно же, если вам не наплевать на свою фигуру и если вы не готовитесь на соревнования по сумму. А если же вы все-таки заинтересованы в нормальной своей стройной фигуре, если вы хотите быть подтянутым и более-менее рельефным, то к углеводам нужно относиться именно как к источнику энергии, а не как способу набора мышечной массы. То есть углеводов должно быть главное достаточно, для того, чтобы вы нормально функционировали и вам хватало энергии для нормальной тренировки. Лично для себя я определил примерные цифры по БЖУ. Это примерно 1 грамм углеводов на килограмм моего веса. То есть если я вешу около 90 килограмм, то углеводов, именно углеводов не углеводного продукта, а углеводов я буду потреблять не более 100 грамм. По белковым продуктам у меня получается примерно не более 1,5 грамм белка на килограмм собственного веса. И по жирам, которые я беру, бывают из грецких орехов или из растительного масла, это в районе 20-30 грамм. И что хочу сказать, друзья, вот этого 1 грамма углеводов на килограмм моего веса мне вполне хватает, для того, чтобы я и физически работал, это не имея в виду тренировки. Играл со своим ребенком, а также интенсивно тренировался. И мне этой энергии хватает на сутки, ну, просто больше некуда. Я питаюсь именно так, мне этого хватает, мне уже надоели вот эти этапы массонабор, сушка, набор, сушка. Это полный бред, это не работает, потому как я набираю... А вы знаете, как у славянского пацана происходит массонабор, ну, вы понимаете, да, это перемешки, это... Короче, массонабор это всегда приятная штука. Но если вы склонны к полноте, то во время этого самого набора происходит жиронабор. А уж потом его сжигать гораздо проблемнее, чем набирать. А мы знаем, что во время так называемой сушки происходит и не только сушка жира, но и сушка мышц. То есть мы в какой-то степени теряем и мышечную массу, пусть немного. Но тут, конечно, все зависит от самого подхода этого к сушке. Но все-таки это происходит. Это и к чему, друзья? Я просто вот, как бы, не советую вам проводить вот эти вот этапы. Набор сушка, набор сушка. Выберите определенное питание, определенный стиль правильного питания в течение недели. Это не более 1 грамма на килограмм собственного веса углеводов. По белковым продуктам я примерно держусь в около 1,5 грамм белка на килограмм веса. Если хотите есть больше, то ешьте. Это ваше дело. Ну, я чувствую по себе, что даже этого количества белка мне вполне хватает. Ну, и немножко жиров. Жиры-то нам нужны для суставов, для нервной системы, гормональной системы. То есть, в общем, жирами проблем быть не должно. Единственный главный ингредиент – это углеводы, которые эндоморфу нужно обязательно сократить. Если он круглый год, хочет находиться в приличной нормальной форме. Лично для меня такой способ питания отлично подходит. Энергии хватает, мышцы растут. И самое главное, я не жирею. И мало того, я постепенно избавляюсь от того количества подкожного жира, который у меня есть сегодня. То есть, я каждую неделю постепенно даже просушиваюсь. И в то же время, один раз в неделю, я устраиваю себе так называемый чик-нил. То есть, я загружаюсь, я ем, что хочу, в любом количестве. Это у меня воскресенье. В воскресенье у меня – это день мучного. Всякие булки, всякие, там, пироженки и тому подобное. Так что, уважаемые толстожобики, эндоморфы, ну, вот как-то так. Возможно, что-то забыл, но, скорее всего, нет. Потому что именно так живу я, именно так я питаюсь. И от месяца к месяцу я прибавляю в мышечной массе и даже постепенно сжигаю подкожный жир. В этом мне способствует, кажется, так низкоуглеводная диета или питание. А также систематические кардиотренировки. Ну, и, конечно же, наши любимые тренировки с железом. Ребят, на этом все. Я надеюсь, видео было полезным. С вами был Роман Даниил. Всем удачи, спортивного, долголетия. И до скорой встречи. Пока, друзья.